Привет, мои волшебные, легендарные, красивые котики! Сейчас мы с вами погадаем на тему его чувства к вам сейчас. И мы взялись сейчас за монару, девочки, и сегодня в 20-й лунный день на убывающую луну, хоть и 15 минут до конца осталось дня, точнее, начинается полночь через 15 минут, но все равно этот расклад мы делаем, возможно, вы его увидите сегодня ночью, может кто-то посмотрит завтра, может кто-то через неделю. Расклад все равно будет действительным, потому что из четырех вариантов, именно когда этот расклад вам попался на глаза, вот он не просто так, все в нашем мире взаимосвязано, мы идем по каким-то определенным дорожкам, и вот вас дорожка привела на этот расклад. Поэтому давайте посмотрим, какие у него чувства к вам. И мы гадаем на монаре, у меня две колоды монара, одна монара с одними знаками, другая монара с другими. И сейчас мы с вами погадаем его чувства к вам сейчас. Первый вариант, второй, третий и четвертый. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Выбирайте, пожалуйста, свой. Подумайте про этого мужчину, на которого вы загадываете. Хорошо подумайте, девочки. Вот прям вспомните его. Представьте его внешность. Как будто он стоит к вам спиной и вдруг оборачивается. И на какой рубашке вы видите его, вот этот оборот. Ну что, выбрали? И давайте смотреть, девочки. Итак, первый вариант его чувства к вам сейчас. Шестерка выпала, да и кубковая. Ну, я все пытаюсь не говорить название карт, потому что, ну, многим это неинтересно, но все же, да, попытаюсь в этом раскладе особо так не говорить. Но, короче, девочки, он по дорожке к вам, этот мужчина к вам либо собирается, либо он едет, либо вот в ближайшее время вас ждет какая-то встреча с ним. Если вдруг он не собирается к вам ехать, то все равно там будут какие-то вот сообщения, связанные с тем, что я хочу к тебе прийти, да, я хочу с тобой встретиться, увидеться, услышать ваш голос, как минимум он хочет. Но для тех, кто выбрал здесь мужчину, игнорищего вас, да, с которым у вас уже где-то остыли чувства, возможно, да, мы и таких тут рассматриваем. Когда вы выбрали эту карту, это говорит о том, будь осторожна, этот мужчина за тобой следит, он за тобой присматривает, он где-то шарится по твоим соцсетям, либо даже вот он в мессенджере смотрит, когда ты там последний раз была, что ты там делаешь, с кем ты там переписываешься и все остальное. Так что, девочки, как минимум этот мужчина за вами наблюдает, а как максимум он собирается к вам навстречу. Или даже вот эта вот прям встреча происходит, девочки. Может, этот мужчина, с которым вы даже живете, да, мужчина, который очень нежно к вам относится, и вот он все время стремится поближе к вам быть. Давайте еще посмотрим его чувства к вам сейчас. Так, а пятерка тут у девочки говорит о том, что им интересуется какая-то другая еще женщина, девушка им интересуется. То есть она на него как-то поглядывает. И я так думаю, что если вы захотите, вы все-таки вот эти вот пригляды сможете увидеть. Она мало того, что поглядывает на него, так она еще и какие-то знаки внимания ему оказывает, да. Она поглядывает, девочки, пытается с ним как-то либо познакомиться, либо быть поближе. Ручки автоматические подносит, либо зажигалку к сигарете незажженной, да. То есть это какие-то мелкие, на самом деле, по двойке земли, это мелкие знаки внимания, которые оказывает какая-то другая женщина. Но в чем ее опасность? Ее опасность в том, что вот ей, как говорится, правила не писаны. Если между женщинами, между нами, нас, как говорится, держит женская солидарность какая-то, да, то у нее женской солидарности нет. Это та женщина, которая, знаете, пойдет через, не то, что там трупы какие-то, да. Это женщина, которая, в принципе, с какой-то, может быть, где-то и заниженная самооценка, есть какая-то навязчивость у нее, да. Ну, вот и птица мелкого полета. То есть вот ей так хочется, она уже встревала в такие отношения, как отношения с женатиками, да. Ей правила не писаны по отношению к другим женщинам. То есть есть такие, которые, если узнают, что у мужчины есть кто-то, да, и он в каких-то отношениях, то они не лезут. А вот этой женщины это не касается. Она лезет, девочки, да. Есть вы у нее, вы на горизонте, нет у вас на горизонте. Она считает, что вот если она понравится мужчине, и мужчина с ней, например, захочет переспать, она с ним переспит. Потому что вот у нее, это не то, что низкая социальная ответственность, хотя здесь и тоже это может присутствовать, но это еще и говорит о том, что вот, ну, какая-то такая, знаете, ну, есть такие женщины, которые, например, мной интересуют, вот ей нравится какой-то мужчина, да. И я бы не сказала, что ей он, вот этот мужчина ваш, на которого вы загадали, нравится ей очень сильно, да. Но она к нему делает такие неприметные, но знаки внимания. Именно в эти моменты мужчина, когда их чувствует, он либо отвечает какой-то взаимностью и ведет на вступление, или не отвечает, да. Но даже если он не отвечает ей, ей все равно, она будет все равно ему мило улыбаться, хихикать, там, как-то оголять коленку для того, чтобы не просто там его соблазнить, да, ну, короче, она к нему неравнодушна. Если тут какой-то момент для того, чтобы вы очень сильно ревновали, нет, девочки. Если вы уверены в себе, да, если вы спокойны, вот эта женщина не будет вам мешать, эта девушка не будет вам мешать вообще. И как бы он-то не особо в ней и заинтересован, да. Но вот если этот мужчина долго без вашего внимания остается, да, он становится вот такой вот, скажем так, жертвой, в кавычках, в кавычках таких вот женщин. Слабых напередок, возможно, но не совсем вот слабые, они вот хихоньки да хахоньки, но сами вроде бы как бы и не лезут так прям в глаза, да. Но вот если что, ты знай, вот мой телефончик. Так, его чувства к вам сейчас этого мужчины. Так, девочки, а я вам скажу здесь еще один такой момент. Он будоражится, он будоражится сексуально, ваш мужчина. Тут выпал рыцарь, который, огненный рыцарь, который не прочь бы замутить с императрицей. Ему хочется женщину, ему хочется женщину сексуально, ему хочется женщину красивую, скажем так, ярко накрашенную, да. То есть, девочки, если вы с ним общаетесь, идете на свидание с этим мужчиной, накрасьте ярко-красной помадой свои губы, окей. Накрасьте, потому что вот этот мужчина падок будет. Может, красная, может, какая-то морковная, девочки, малиновая, да. То есть, вот не обязательно именно красный цвет. Я имею в виду, что вот его очень сейчас будоражат, когда женщина вот в какой-то такой боевой раскраске, но очень сексуальной, да. И сейчас вот популярно губки накачивать. Для чего? Для того, чтобы останавливать взгляд мужчины на губах. Потому что это хочешь-не хочешь, когда мужчина непроизвольно останавливает взгляд на губах, у него включается вот такое вот «хочу эту женщину», да. А когда мужчина хочет женщину, он, может быть, чего-то там и для нее готов сделать. Поэтому вот для того губки и делаются на самом деле. Не, ну некоторые делают для себя, все такое, ничего плохого не говорю, не имею. Но вот именно когда верхнюю губу очень девушки сильно накачивают, верхняя губа больше даже, чем нижняя, это не совсем красиво. И даже вот мужчина, я бы не сказала, что это вообще капец как будет привлекать, да. Но я к чему тут про эти губы говорю, девочки? Вот он падок на сексуальность, сексуалити, на наличики, понимаете? То ему очень хочется ловить вот эту вот женскую доступность, скажем так, в ее внешности, внешнем образе. И вот когда же, вот накрасьтесь, девочки. Вот просто мой вам совет накраситься и его так привлекать. Даже если в этот момент вот этот мужчина практически вами упущен, сделайте красивую фотку на аватарку, девочки. И он это все равно заметит. Он это увидит либо в ваших соцсетях, либо на телефоне. И вот когда вы с этими красными свистулями своими, да, свисточечками красивыми выложите фотографию, а сейчас много этих, вы вот не думайте, что кто-то из вас некрасивый или еще что-то, девочки? Сейчас много таких этих фильтров, да, что и мужчины настолько на это падки, это 100%, да. Сделайте, пожалуйста, такое. Или видео какое-нибудь маленькое, да, типа из ТикТока там есть эти маски наложения. Причем такие маски крутые, что очень можно даже заскриншотить красивый вид. Либо просто сделайте такое селфи с красными губами, с ярким каким-то макияжем, девочки. Вот этот мужчина будет ваш. Вот он этого просто жаждет. Он хочет напиться вот этой женской красоты, боевой этой раскраски. Он падок, девочки, на это. Ему нужна вот эта вот жрица любви, понимаете? Вот что надо. А знаете, вот та, которая к нему неравнодушна, я так думаю, что все-таки она, если сможет, девочки, она может его увести на сторону. Тут есть такой момент, что может быть какая-то неизмена, да. То есть если вы с этим мужчиной не встречаетесь, да, то его уведет, его привлекет, скажем так, именно такая женщина, с которой он будет иметь интимчик. А если вы хотите, а мы делаем здесь все на канале, девочки. Мы делаем здесь все для того, чтобы нужного мужчину привлечь. Но если вы загадали этого, и вы его хотите, девочки, обольщайтесь с помощью своего прекрасного личика с какими-нибудь помадками, румянками и всем остальным. Я вам даже скажу, вот, между прочим, от себя, вот как подружки. У меня, короче, я насмотрелась в ТикТоке вот этих макияжей для малолеток. Причем мне 38, да, там, где вот носик выделяешь хайлайтером, там точечку ставишь, да, потом так его обводишь. Короче, ну, это уже давно было, но я, короче, насмотрелась, думаю, ну, интересно, хотя у меня небольшой нос, но я решила его все-таки так как-то сделать, да. Девочки, эффект-то есть от этого всего, понимаете, эффектно. В общем, преобразитесь, преобразитесь. Кто сейчас сидит в, как говорится, в плотных хэбэшных трусиках удобных, да, надо уже переходить на что-нибудь такое. Может быть, не очень удобное, но все же, я имею в виду, подтянитесь, девочки, подтянитесь. Этого мужчину легко особлазнить, легко взять, на самом деле, легко его, вам тем более, да. Почему мы должны его отдавать кому-то другим, каким-то другим, прозорливым? Давайте еще посмотрим, его чувства к вам именно сейчас. Ну, знаете, он думает, что вы такая, знаете, порядочная, что, может быть, даже и не очень, и холодноватая, что вот с вами не особо-то и замутишь вот этих вот всяких фишечек, да, вас-то на озерковку с ты-то не свозишь. То есть вы где, ну, он вам дает больше порядочности, возможно, да, чем вы бы даже хотели, чтобы он вам давал. Ну, легче надо быть, легче с красными губами, девочки. Вот реально работает. Хохотушки с красными губами, как у Марлин Монро, кстати. Марлин Монро, сами знаете, кто символ, такой сексуальный символ на годах, на веках, может быть, даже. Так что обратите на это внимание. А вы можете, потому что ваша личика позволяет, девочки, вот ваш типаж внешности, да, еще и какой-то макияж такой, вот этого мужчину вообще свой наповал, в общем, наповал, девочки. Сразите его. Я почему сейчас много вам такого говорю, наповал, сразите, заберите его и все остальное, хотя вы просто хотите, может быть, узнать его чувства. Потому что тут такая какая-то вот рядом подошла, и когда я гадаю на мужчину и женщину, вот просто мне фонит от вот этой вот другой женщины. А я хочу, чтобы этот мужчина достался вам. Поэтому и говорю это. Ну что, давайте еще посмотрим его чувства к вам сейчас. Он думает, что его ждут какие-то обязательства по отношению к вам. Что к вам не просто так подойти, вам не скажешь какие-нибудь такие пошлости на ушко, да, или не хлопнешь вас по попке, когда этого просто захочется, да, потому что какие-то все время последствия. Это говорит о том, что у него есть какие-то, вот он принимает вас за серьезную девушку, за серьезную, с серьезными намерениями, да, и что вы не такая вот какая-то проститушен. Но ему как раз для интима, для секса вот этого именно хочется, да, какой-то такой легкости. И тут, девочки, он не видит ее. И если вы не будете вот ему показывать вот эту вот легкость, что с вами легко и просто в этих сексуальных делах, да, он может от вас отвернуться. Почему он может отвернуться? Потому что он это все не вывозит. Тут еще 19-й старший аркан солнца выпал вам, да. Это стена между вами. Это стена, скорее всего, даже какого-то непонимания друг к другу, девочки, идет здесь, да. То есть вы хотите одного, он хочет другого. Вы хотите одного, он хочет другого. Когда вы хотите другого, он хочет того одного. То есть какая-то стена между вами есть. И если вы будете к нему холодны, не будете показывать свою заинтересованность и в то же время нажимать на какие-то серьезные вещи, да, он, девочки, может сбежать, скажем так. Вот этот тот мужчина, вот его первые карты шли огненные, да, то есть он очень влекомый именно по сексу. Вот как только он понимает, что женщина дает, скажем грубо, да, что с ней удобно и хорошо в этом плане, его можно этим приручить, если особо не бесить, а потом можно с него в веревке выйти. Но надо подсадить его на сексуальную иглу, скажем так. Давайте еще посмотрим, его чувствуют вам сейчас. Он, девочки, чувствует в вас влюбленность, да, но у него, короче, такие есть моменты, что он где-то думает, что он все-таки немножко с вами не будет, да. То есть тут больше похоже на какое-то такое вот знакомство и еще не оговоренные вот эти серьезные моменты. Если вы гадаете на бывшего, девочки, да, этот бывший не прочь бы с вами что-то иметь, лишь бы вы только на прошлое не давили. То есть он, например, хотел бы с вами интима, да, но чтобы ему за это ничего не было, чтобы ему не колупали мозги этими прошлыми отношениями и все остальное. То есть это бывший, который, в принципе, бы и не прочь бы стать вашим таким иногда приходящим любовником. Но вот так вот, чтобы какие-то такие серьезные шаги в вашу сторону делать, у него таких намерений нет. Ну, это легкость какая-то, легкость его бытия. Я думаю, сейчас еще такой, знаете, какой-то у него переходный такой вот период, да, у нас тоже бывает, когда мы хотим отношений, и бывают такие периоды, когда мы этих отношений не хотим, да. Вот он как раз в том, в своем периоде, когда ему, ну, особо даже вот отношения не нужны. Он не хочет брать на себя какие-то ответственности, вальсы там какие-то, танцевать и непонятно что. Хочется каких-то, каких-то легких интрижек. Давайте еще глянем. Ну, вот он еще и пажом выпал с 21-м старшим арканом. А не зря он у вас вот хочет вот этих легких интрижек, да, и с вами. А если вы не будете даваться с кем-то другим, там не будет серьезных отношений на стороне, да, это может быть только каким-то флиртом заканчиваться, потому что выпал он пажом воздуха. Человек, который сейчас как набирается энергии для чего-то. А не зря. Вот у него не то, что там и два раза солнце выпало, и выпал 21-й старший аркан мира, да, на него. У него в жизни в ближайшее время, ну, в неделе-две, что-то произойдет серьезное и поворотное. Вот что-то такое, но оно связано с как-то даже, может быть, с торжествами какими-то, да. Ну, то есть я вижу какие-то много людей, открытый воздух, может какая-то поездка куда-то, или торжество, или командировка. Ну, короче, как будто он на выезде. И вот он как набирается силы перед тем, что будет, понимаете, в ближайшие две недели. Поэтому он сейчас вот в таком нерасторопном состоянии, но состоячем, девочки. Потому что выпало очень много огненных карт. Он не прочь, как говорится, что-то, где-то, чего-то. Но хочется какой-то легкости ему. А вы слишком серьезная. Вы слишком для него такая... Где вот если ты пригласил девушку, то ты должен ее пригласить и второй раз, и третий. А если ты, типа, ну, не действуешь по-серьезному, значит, ты козел. Это он так чувствует, да. Даже если вы так к нему не относитесь, или этого не показываете, вот он чувствует себя. Это как вы такая, знаете, школьная отличница, да. А он такой хулиган. И он понимает, что, да, он с какими-то девушками легкого поведения может там эгэгей, хэгэгей, да. А вот вас он должен вести на какое-то такое свидание. И может там через год вы ему, как говорится, дадите. И он не хочет вот этих развитий, вот этих вот отношений, да. Ему хочется чего-то легкого. Не совсем уж проститутского какого-то, да. Но каких-то легких интриг. Если вы ему будете такие давать встречи без обязательств, вместе хорошо провели время, поцеловались за сос и разошлись, и вы потом на следующий день и еще неделю трубку не поднимаете, да. Вот и его это будет будоражить. Он будет к вам, как говорится, к ужик потом пристраиваться. Это даже бывших касается, кстати. Ну что, давайте еще глянем. Давайте еще вытянем одну карту на него. Его какой сигнификатор, его чувства к вам сейчас. Ну, очень хочет секса. И вы его типаж, девочки, вы его типаж для интима, как ни странно. Не звучало бы для вас, да. Вот вы просто привыкнете к тому, что вот он тащится от такого типажа женщин, как вы. И вы прям вишенка на торте для него, клубничка вы. Он вас по-другому не рассматривает, как только вот такой суперсекси. Ца-ца. Вы, девочки, ца-ца для него. Основное слово этого вашего первого варианта. Ца-ца. Киса такая. Такая вот киса, которую он хочет, но боится серьезных каких-то последствий. Ну, волков боятся в лес не ходить. Его, в принципе, очень легко к себе притянуть, этого мужчину, вот с таким вот легкой сексуальти. Вот такой вот, мои дорогие, первый вариант. Второй вариант. Кто загадал у нас второй вариант, девочки? Второй вариант обычно заказывают, загадывают у нас девочки боевые. Девочки-предпринимательницы в душе, которые очень много как планируют в своей жизни много чего. Хотят быть на шаг впереди, интуитивно чувствующие вот то, что будет в будущем. Ну, может быть, не столько в далеком, но в ближайшем, да, у которых есть планинги, которые хорошие, скажем так, маркетологи, хорошие мамочки. Люди, на которых очень хорошо положиться. Кстати, мужчине тоже. Ну что, давайте посмотрим его чувства к вам сейчас, мои дорогие. Ничего себе. У нас выпал дурак, девочки, нулевой старший Аркан. Мужчина, который сам себе не принадлежит. Либо это вы ему взбаламутили голову, либо я не знаю, что происходит. Это глубоко влюблённый мужчина. Мужчина, которому снесло крышу. Мужчина, который охреневает от того, что с ним сейчас происходит, девочки. Либо это вы с ним сделали. Смотрите, если вы только что пришли со встречи с ним, да, или вы с ним сейчас как-то общаетесь, у вас какие-то интриги и всё остальное, этот мужчина не выкидывает вас с своей головы. Он просто не в состоянии этого делать. Тут могут быть и хорошие, и плохие последствия. Если вы здесь загадали своего бывшего, то я вам скажу, он явно плохо кончит. Потому что вы либо были то самое лучшее, что было у него вообще в этой жизни, да. И смотрите, что на новолуние и полнолуние, вот этот бывший, может как-то к вам явно-неявно проявляться, да. То есть он не может выкинуть вас с головы. Если это ваш новый знакомый, девочки, то вы просто его вот каблуком раздавили, как бабочку, понимаете. Просто раздавили. Он не может выкинуть вас с своей головы. Он думает о вас, думает, думает, его носит. Но из минусов он совершенно не понимает, что ему делать, как ему быть, как себя правильно вести, для того, чтобы вы его не выкинули за шейварад. И он может вести себя совершенно как полноценный дуралей, понимаете. И вы можете думать, что это какой-то дебил, понимаете. Что явно он не в себе там или еще что-то. Так же это может, девочки, карта обозначать, что если мужчина, например, вам не звонит, а где-то вам кажется, что он холодил, он не охладил, он просто бухой. Просто пьяный, загулявший, которого черти понесли, черт знает куда, да. То есть он сам, даже сам себе не принадлежит. Вот эта карта обозначает, что мужик сам себе сейчас не принадлежит. И либо, девочки, это вы на него так сильно повлияли, и это влюбленный такой мужчина, либо мужчина в каких-то бегах, да. Ну, давайте еще раз берем его чувства к вам сейчас. Это вы, девочки. Это благодаря вам он такой, этот мужчина. Мужчина, который играет в какие-то очень глубокие эмоциональные игры вместе с вами. Мужчина, который понимает, что где-то вы его кармическая дама. Он хочет просто вас физически очень сильно. Ему надо ваше тело. Он хочет этим телом обладать. Бывшие, не бывшие девочки, да. Мужчина, который трын детской хочет именно обладать вашим телом. Делать с этим телом все, что ему заблагорассудится, да. Вот он это держит в голове капец как. Я не скажу, что он ревнивый, но может, кстати, это проявляться в виде ревности по отношению к вам. Либо, девочки, это может быть в каких-то таких приверсиях, чуть ли не какой-нибудь такой куколт какой-то, понимаете, который думает, я доставлю ее удовольствие, если я там сделаю то пятое-десятое, или я приведу к ней кого-то другого, да. Ну, то есть вот тут какое-то не совсем адекватное отношение к вам, не совсем даже нормальная, адекватная загвоздка на вас, якорение на вас, вы его точка отсчета. Причем вот в этой точке отсчета он просто, вот самая его мечта, это просто, даже не просто заниматься с вами сексом, да, а обладать вашим телом, понимаете. Телом он хочет вашим обладать. А почему? Он видит вас как королевой воды. Вот она посрединке вы, девочки, выпали, да. А вот это его сексуальный интерес к вам. А вот здесь тройка воздуха, которая обозначает на то, что вы на это не подпишетесь никогда в жизни. И, скорее всего, вот этот нулевой старший аркан, это говорит о том, что он хочет что-то вам такое сказать, либо предложить, либо с вами что-то такое вот сделать сексуальное, да. Но он не может об этом сказать, потому что знают, что вы свинтите, понимаете. Вы свинтите, девочки. Вы скажете, нет, отвали этот вот извращуга, понимаешь. И из-за этого кома в горле он хочет одно, у него глаза налиты кровью или там, или ещё другими жидкостями его, да. И он просто думает об этом, он видит это, как будто это в реалии с вами происходит. У него смешались мечты с реальностью, да. Он не видит, где он, чего он. И это как кот, или как, знаете, вот сидишь иногда в гостях, или у девочки были такие моменты с котиками и собачками, когда к вам подходит котик или собачка, и начинает вам с ногой, к примеру, или с рукой делать какие-то такие свои действия, да. Собачьи, кошачьи, любовные. Бывало такое? И вот то же самое можно сказать про этого вашего мужчину, да. Глаза затмило ему, он готов вам просто... Короче, какие-то очень извращенные. Насколько я даже извращенка, скажем так, да, которая может всё это описать и представить. Но, девочки, вот он, это вот такой вот прямо тестостероновый мужик, который представляет, как он с вами там чем-то таким занимается. Вы ему именно физически принадлежите. Может, нижнюю или верхнюю, девочки. Может, он представляет вас географичкой или медсестрой, которая его там колет чем-то в попу болючим. И, ну, короче, вот он что-то такое вот имеет по отношению к вам. О чём он боится вам сказать? А боится, потому что вы его пошлёте. Либо вы просто скажете, собирая манатки, вали-ка ты, дорогой мой, куда-нибудь там эту... Психдеспонсер. То есть вот до такой доходит. А ещё вот этот мужчина, он может у вас... Вот так как нулевой старший аркан выпал его сигнификатором, он может запить, загулять, куда-то свалить. Понимаете? Почему? Потому что его круговертит. Круговертит, и он, как говорится, побежал сам, не знаю, куда, чего, зачем, лишь бы только не думать об этих своих навязчивых мыслях, потому что можно так и сгореть в этих... Вот даже вот представьте, да, вас что-то носит, вам аж хочется куда-то пойти, гулять на шопинг или ещё что-то, лишь бы там отвлечься от чего-то. Вот он может так вот отвлекаться. Либо, девочки, вот прям как-то сладкими речами вас уговаривать. Пошли, девочка, в подъезд, я тебе конфетку дам. Ну, знаете, такое, девочки, такое выпало. Давайте ещё посмотрим. Его чувства к вам сейчас. Его чувства к вам сейчас, мои дорогие. Король земли. Да он, девочки, узнаете, кто у вас? Ещё тут манипулятор. Это такой манипулятор, шо, мама дорогая. Он может, девочки, принимать такие разные обличия. То, что вы его сюда загадали, да, это уже он свои полдела-то сделал. Он вас привлёк, девочки. А выпутаться от этого паука, да, будет тяжеловато. И чем больше вы будете по нему как-то сохнуть, девочки, да, он чисто на ментальном уровне может вот сыграть на ваших нервах так, то отдалять, то приближать, то не обращать внимания, то ещё что-то. Короче, делать так, чтобы вы аж с ума сходили по нём. Понимаете? Тут есть один такой момент. Это не совсем такой нормальный, простой мужчина. Шиза здесь присутствует. Здесь присутствует шиза, да. Это может быть нарцисс. Это может, девочки, мужчина помешан на себе. Он может быть представляться вам очень хорошим, таким классным и всё остальное, да. А потом, как говорится, как в песне, мы потом можем узнать его обратную сторону. Поэтому у этого мужчины две стороны. И пока вот эта вот сладкая страсть присутствует в нём, да, он может быть таким очень хорошим, но он интриган, и он ещё кровью может попить. Я бы, знаете, что начала бы исследовать кое-что, здесь вылезет всё наружу. Например, девочки, вы можете обратить внимание на его соцсети, да, как он себя ведёт, какие фотки выкладывает, что ему там нравится, себя ли он всё время выкладывает, либо он выкладывает какие-то картинки, да. С психологической точки зрения это разобрать. Потом можно пошарить в интернете по его друзьям, в Инстаграме, ВКонтакте, да где угодно, девочки, там, где он сидит, да. Да, посмотрите, как часто он это выкладывает, всё. Я вам скажу одну вещь, да. У меня есть один знакомый, который постит всё время музыку. Всё какие-то видео с Ютуба постит, 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 песни, песни, песни. Почему? Потому что ему хочется танцевать, ему хочется знакомиться, ему хочется, у него аж шкура горит на нём, да. Вот если вашего мужчину так вот прошерстить, какие у него друзья, подруги, что он там выкладывает, это будет просто видно всё, понимаете. И он, кстати, не будет об этом разговаривать напрямую, от него добиться правды будет очень тяжело, да. Даже если его наклюкать, если подвинчик, например, его раздобрить на откровенные разговоры, этого не получится, девочки, да. Тут надо смотреть вот этим вот, между строк читать, скажем так. Всё, что он пишет, всё, что он хочет и всё остальное. То есть вы и как он себя ведёт, вы тоже можете наблюдать. Вот даже, когда вы, если вдруг с ним на свидании, да, вы смотрите на него как с точки зрения такого манипулятора. Потому что читайте между строк, слышьте между слов то, что он говорит. Потому что вот у него какой-то к вам свой нездоровый интерес есть. Он как засасывает вас в свои сети. Каждый раз, когда он вас будет увидеть в реале, ему вы очень нравитесь, очень нравитесь внешне, да. Ему нравится вас разгадывать и всё остальное. Но здесь есть такое помешательство, да, влюблённость. Но, обращу ваше внимание, не выпала именно любовь к вам как к равнозначному партнёру, да. Половинки, второе и всё остальное. Тут выпал интерес к вам, как к своей добыче. Понимаете, девочки? И он у вас такой вот интересный. Он будет интересен, девочки, не только вам, но и для психиатра. Я не говорю, что он болен, но, девочки, вы его расшатали. Вы расшатали его психику. Есть те, которые ему неинтересны, и он себя ведёт по-обычному, да, с другими людьми. Но вы та, которая нажимаете на его, те кнопки, про которые он сам не знал. Вы нашли его все точки G, девочки. Понимаете? Давайте ещё глянем. Его чувство к вам сейчас. Опять королева выпала воды, и на этом даже можно остановиться. Он влюблённый, девочки. Он влюблённый. Он даже может до конца это сам не принимать, не понимать, пытаться там чего-то, в зависимости от его там стадии нарциссизма, либо стадии шизы, либо ещё какой-нибудь чего-нибудь стадии, да. Но он просто повёрнут на вас. Он не может вас выкинуть со своей головы. Понимаете? И что с этим делать, он не знает. Он хотел бы вам предложить всё то грязное, что он хотел бы с вами сотворить, да. Но он молчит. И он вас тихо, как паучок, понимаете, в ловчую сеть ловит девочки. И в первую очередь эмоциональный. Вот такой вот второй вариант, котики. Ну что, давайте посмотрим третий вариант. А третий вариант у нас выбирают девочки очень женственные, очень чувственные. Вот если вы выбрали, вот когда какой вариант вам хочется выбирать, да, но когда вы выбираете именно третьей девочки, это очень эмоциональная, очень чувствительная, очень нежная натура, глубокая и очень женственная. очень женственно третий вариант выбирают такие евы ну что давайте посмотрим его чувства к вам сейчас и евы выпала дам рыцарь воздуха вам выпал девочки мужчина который просто пытается ваших глазах когда вы его видите выглядеть как можно лучше по с почищенными зубками с накрахмаленной рубашечкой в новых шмоточках там или еще как-нибудь помытый либо он просто одел новые носки девочки либо он ну щегол еще тот то есть этому мужчине очень важно выглядеть как-то очень презентабельно в ваших глазах поэтому на любое бы свидание с вами он бы разоделся либо если его его не нравится разодеваться он бы голову помыл и делать свежие чистые носки и трусики понимаете ему нравится в ваших глазах быть красивым модным опрятным и все остальное а почему хотите вы спросить а потому девочки что у него низко не прямо такие вот знаете как в сваты идут да тут может такое быть что он смотрит на вас как к той которой надо идти со сватами то есть это как к которой надо как говорится идти церемонить понимаете и он с вами церемониться девочки давайте еще глянем его чувства к вам сейчас тут пошли либо у вас с ним отношения на расстоянии либо отношений девочки нету либо ожидание чего-то идет здесь ожидание ожидание какие-то так две десятки выпало здесь земля в перемешку сексом секс на сеновале тут же к чему девочки это все да мужчина вроде бы держится как-то особняком возможно немножко холодно либо ну так вот типа не рыба не мясо да либо это на отношение на расстоянии когда невозможно заняться именно вот этим вот интимом идет от этого страдание ваш мужчина девочки да пытается вот душится красиво выглядит пуговки пришиты лямка через плечо понимаете такой классный весь но вот и на этом все хотя ему хочется секса ему хочется интима ему хочется вот этой страсти голых тел да ну то есть ему хочется интима и секса с вами но получается что он как-то не может перейти через какой-то вот барьер он не такой вот прям знаете альфа самец который начал дорога пошли там в постели еще что-то нет девочки он и такие так он такой лучший друг понимаете которого часто можно фронт зонить вы понимаете что все зависит только от вас захотите положить ему руку на коленку ложите девочки он просто растает понимаете а давайте еще глянем его чувства к вам сейчас но тут чувствуется какая некая отдаленность здесь чувствуется то что вот прям сегодня в ближайшее время этого секса них не будет но он на него когда вот так надеяться но не видит перспектив но я бы хотел бы но если перспектива если она давайте еще посмотрим то есть я вам скажу так он первым действовать не будет вашу сторону да и в то же время если вы будете действовать его сторону вы будете чувствовать себя очень даже неловко да потому что как будто бы к этому ничего не не располагает либо это отношение расстояний когда вот между людьми как стена какая-то расстояние и они не могут соединиться но хотели бы давайте еще посмотрю его чувства к вам сейчас двойка воды семерка верховная жрица он он хочет с вами разговаривать общаться и возможно здесь уходить в сторону какие какого-то интимного интереса у его будоражат слова слова бу об интиме у сексе о том короче девочки если его соблазнять его надо соблазнять словами да ни с того ни с сего можно завести разговор на эту тему для того и он о очень хорошо спускается на вот эти вот к низменным потребностям к сексуальности да то есть в нем легко зажечь огонь который будет же чего внутри по отношению к вам и этот огонь довольно верный то есть когда он хочет одну женщину думает они все остальное а вот как-то он вообще не обращать внимание ни на кого другую то есть я бы например добавила добавила девочки перчика ваши отношения какой-то интимности более такой глубокой он очень хорошо воспринимает слова ваш мужчина если мы просто присылать фотку голой попу он наверно будет на нее то с точки зрения целлюлита даже где-то смотреть но если с ним разговаривать на вот эти вот темы до ласкать его в за ушком шепотом что-то говорить сексуальным голосом или словами то вот он от этого очень сильно будоражится и он понимает что вы можете в очень глубинная женщина от которой он может кайфовать с точки зрения слов вот такие дела давайте еще глянем его чувство к вам сейчас так его чувство к вам сейчас у меня упала карта так давайте посмотрим его чувство к вам сейчас есть между вами стена 2 девятки выпала и старший ткан и все он как-то не может через какую-то вот стену припереть и есть какое-то препятствие по отношению к вам понимаете препятствие какое-то вот как он доходит до определенного какого-то момента и нет и ничего нету и и опять пошла пошли кубки и желание с вами воссоединиться больше больше похоже на какую-то френд зона девочки больше коллеги френд зона отношения на расстоянии стеснительность какая-то высказаться стеснительность в прикосновениях да то есть к или это просто новый знакомый какой-то и выход и вы хотите знать его чувства сейчас это вот такие начальные чувства когда он сам не знает как это все пойдет будет но у него такие желания и желание развивать отношения есть девочки это то же самое что я например увижу или вы вы увидите такого мужчину симпатичного да и вот вы можете представить с ним тот же интим вот хотя бы в голове просто там доля секунды хотя он такой ничего такое да и а дальше вы как бы ничего не делаете вот он тоже самое девочки давайте еще глянем его чувство ком сейчас ну вот да у вас с этим человеком девочки по зеркалу по 10 этому старшему аркану вот с ним надо продолжать общаться да вот общайтесь общайтесь поддерживайте этот статус другой может немножко так слов каких-то таких добавляйте да потому что вот этот мужчина чем если вы вы его закроете на ключик скажем тогда привяжите к себе с точки зрения даже кого просто друга либо ну либо даже вот мужчина из которым вас что-то было он вам пригодится до пригодится воды напиться либо это будут серьезные у вас отношения но не сейчас а позже девочки очень похоже как на расстоянии все равно как нету какого-то такого развития отношений а кстати если например вы загадали здесь на своего мужчину к примеру в котором вы живете выпадает эта карта да это говорит о том что вот надо вместе какие-то путешествия съездить до надо какие-то новые эмоции добавить сюда потому что это этому человеку с вами нормально комфортно и хорошо но хочется еще чего-то понимаете для воссоединения душ и сердец давайте еще глянем его чувства к вам сейчас привязанность любовная верховный жрец пошел и king royal хотела сказать девочки насчет вашего этого мужчины да он какой есть такими будет и так как у вас отношения сейчас есть они такими и будут вы можете эти отношения поменять но вам надо глубже воздействовать на него словами привязывать его общением к себе все время общаться 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 он у вас такой вот воздушный король понимаете он очень привяжется к вам если вы будете его ласкать словами ему это очень надо он бы очень этого от вас хотел и хочет все время вот быть таким вот красивым помытым скажем так с вами вот такие вот дела так что а давайте затем словом назовем его одним его чувства ком сейчас шестерка земли опять выпало вот это но надо над ним работать он он сам по себе не сдвинется с места и тут вот потихонечку потихонечку до напором его не возьмешь вот этого мужчину ему и напор этот не нужен ему надо интриги разговоры под звездами что-то такое знаете обсуждение каких-то новостей все снова и вот он на вот этой вот волне привыкает 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 а потом надо показать ему что вы хотите его да и что вы оцениваете то что он для вас старается выглядеть так чистым таким скажем тогда тут больше такая дружба идет она то сексуальными отношениями здесь девочки надо работать конечно тут надо работать над этим мужчиной хотя я вам скажу не особо вам вас такое супер сексуальные на самом деле да он 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 бы хотел чего-то либо у него может секса давно не было что он уже знаете забил на это ну и бывает когда переход хотел хотел а потом перехотел да и уже такое состояние что можно и без секса прожить год и вот у него такое состояние то есть его надо как говорится разбудить вот этого мужчину нужно как разбудить вот такой вот третий вариант ну что давайте посмотрим четвертый вариант его чувства к вам сейчас мои дорогие выпал у нас император девочки его чувствовал сейчас это человек который если он на вас обиден обижен он будет с вами что-то делить да возможно это какой-то развод у кого-то выпадает да вот он хочет отстоять свое если у вы не в ссоре где он будет пытаться отстоять свое возможно даже и не особо правильно да это девочки может выпасть так ну к такой очень серьезный ревнивец на который будет отстаивать вас как свою курочку которая никому не отдам так он думает что вы к вы какая-то сама себе на уме кошка которая гуляет сама по себе что вы слишком деловая что вы слишком возможно умная образованная очень какая-то воспитанная как раньше было модно говорит начитанная которая самостоятельная да и капризная он думает о том что вы слишком своевольная что вы не хотите как-то под него подстраиваться с ним договариваться и ему хочется вообще априори такую девушку мягкую на податливую которая дома сидит и и ждет его но он вас такую не видит вы вы способны его обидеть вы его способны задеть девочки за живое может быть у вас машина круче чем у него либо у вас есть то чего нет у него его это в глубине души даже бесит да и иногда угол в глубине души девочки он вот смотрите даже если например вы в паре с ним или даже если не в паре то представьте что вы в паре то это отношение отношения когда вы его то бесите то он вами гордится то вы его бесите то это это же самое вызывает у него какую-то внутреннее противоречие зависть соперничество какое-то потому что вы такая знаете кремень давайте еще глянем его чувство ком сейчас смотрите девочки если вы загадали здесь мужчину с которым вы расстались потому что тут больше такое знаете на расставание похоже да на расставание на молчание на какой-то игнор потому что он вот своим сейчас поведением хочет показать что он главный он главный не молчи женщина я главный или девочки если вы в отношениях с этим мужчиной у мужчины то он недоволен потому что хочет соперничество такое какое то есть зазноба которая вечно от него куда-то уходит давайте еще глянем есть какая-то раздраженность у этого мужчины ванны немножко он конечно раздражен давайте еще посмотрим его чувства ком сейчас своевольная куда-то ушла как-то его задела он не знает что сказать он не знает что сделать с вами слишком много воли у вас слишком много прав у вас слишком много в вашей другой жизни на которую он не может повлиять но хотел бы повлиять еще девочки это может обозначать мужчину жадного кстати жадный мужчина обратите внимание то есть если у вас с этим мужчина не получаются отношения девочки да но вы на нем зависли вот подумайте жадность вот просто банальная мужская жадность вы вот может подумаете да блин почему меня не приглашает на свидание почему он со мной где не ходит или все остальное просто одним словом можете себе ответить жадный девочки и вот когда он жадный и и понимает что у него даже в голову закрадываются такие идеи что придется на эту женщину тратить много да он может эту женщину оставить он может кинуть ее до ставить на место может ее он не понимает вас вы для него не совсем понятно а знаете почему не потому что вы какая-то не такая это он думает что вы не какая-то не такая поэтому восемнадцатому старшему аркану луны он девочки думает о том что вы живете вот своей жизнью такой и если он туда вот вы как вертящиеся колесо что если он к вам подойдет вы ему как говорится вот этот палец палку и переломаете в которую он сунет в колесо понимаете и он это прекрасно знает но вертеться так же как и вы он не может потому что он не считает себя колесом то в то же самое время у него достаточно так страдает самооценка при вас вот вы учтите у него страдает самооценка при вас что-то вы такое имеете что-то у вас такое есть что нет у него как-то возможно вы умнее хитрее все остальное а он не может позволить своему этому внутреннему мир от императору с этим быть согласным это то же самое что знаете такая слабоевольная такая славянка вы вот как например все вы смотрели сериал великолепный век да это то же самое что там вот он султан по праву а а вы как хюрем и вот хюрем на что шла только для того чтобы быть султаном и быть успешной радио как он ее где-то там и унижал где-то да и любил и унижал и ставил на место да и счетом только не было в этой истории но вот у вас тут мужчина такой то есть если вас например женить насильно друг на друге то у у вас будет такие отношения как у великого султана и и его любимых хюрем потому что сразу вот такая вот реакция идет давайте еще глянем давайте еще глянем его чувства к вам сейчас сейчас что ты думаешь есть какой-то такой момент гордой обиженности на вас то что смотрите девочка у него тоже сейчас выпадает секси секси интересы какие-то сегодня какие-то мужики сексуально озабоченные выпадают с одной стороны но он почему-то считает что вас надо какой-то преподать вам даже какой-то урок урок женщине преподать и в то же время выпадает король воздуха и королева воздуха это вы как пара он видит вас вот в этой вот паре да то есть он о вас я вам скажу так частенько думает но какими-то вспышками но в то же время вы вот не та пара которая гуляет за ручку вместе по какому-нибудь цветущему саду понимаете потому что вы прям это у вас соревновательный какой-то момент очень серьезно есть и если это например если входить в эти отношения с мужчиной например в брак да то я вам скажу что будет иногда коса на камень находить да будет тут могут быть и драки тут могут быть выяснения отношений либо на супер интеллигентном уровне как переговоры каких-нибудь банкиров да которые сидят и друг на друга так рычат какими-нибудь красивыми словами смешанными с экономическими терминами но с другой стороны это может быть это и просто бытовуха девочки бытовая драка понимаете женщина сама себе мужик сам себе такой же понимаете вот такие дела давайте еще глянем мы глянем еще на него такого делового куда деться просто такого делового это это та ситуация девочки когда два туфля правых понимаете два правых туфля и никто не хочет быть левым ну что давайте посмотрим его чувства к вам сейчас условия какие-то все время условия он выставляет очень много условий но тут для того чтобы вот смотрите еще этот седьмой старший аркан вам тут выпадает уже не первый раз на него да и тут вот он уже раскрывается по нормальному этот седьмой старший аркан раскрывается как девочки да что этот мужчина считает что он должен поставить какие-то условия перед вами для того чтобы вы были с ним да то есть будьте готовы что вот он будет ставить вам условия ты должна похудеть или там ты должна то-то ты должна все-то пятое десятое да будет выебываться он будет девочки выебываться при любом раскладе вот этот мужчина по отношению к вам будет так себя вести по-другому я это описать не могу да и в то же время если вы будете под него прогибаться это будет тешить его императорское самолюбие девочки но будет ли он вам давать что-то от того что он потешил что вы потешили не совсем нет а знаете почему потому что он чует вас вон вот женщину крутую женщину которая если что как даст ему кокосовым дрыном по голове то мало не покажется да поэтому его такие вот кривляния кривляниями какие-то непонятки непонятками да но все же он вас побаиваться побаивается побаивается да давайте еще глянем его чувства к вам сейчас его чувствую сейчас знаете у вас либо будущий муж будет очень похож как-то на него да да либо это ваш будущий муж но не обольщайте сразу тут очень много таких вот проблемок идет да то есть будет будут какие-то препятствия вас он тоже будет бесить понимаете но какое-то все таки кольцо девочки здесь идет я бы например тоже если он вы ебываться да то почему бы не по его его цена попробуйте девочки но тут но вы идете в паре девочки вы увидите замуж очень удачно и хорошо кстати а если вы загадали здесь своего мужа значит вы девочки за него вышли замуж удачно и хорошо и какой бы он там не был абьюзер гад и подонок или очень хорошие любимые все остальное это это тот мужчина который вас как говорится достоин и какие-то вот плюсики то точно есть у вас с ним голубочки выносим вот такой вот четвертый вариант все котики подписывайтесь пожалуйста на мой телеграмм ссылка в описании мы с вами там тоже всякие такие посиделки устраиваем я думаю еще что-нибудь больше делать да но но думаю и буду вас чем-нибудь интересненьким таким такого интересного что добавлять и еще у меня там есть если пройдете в телеграм в мой подпишитесь там будет закрепленное сообщение там будет другой телеграмм вступительными взносами то есть это будет дублирование спонсорство я туда выкладываю то что в спонсорстве было которая пригодится и еще буду все новенько выкладывать полностью то что в спонсорстве на 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 ступени звездные котики все мои дорогие жду вас люблю целую обнимаю пока пока пока